Какой новый способ переработки тяжелой нефти предложили ученые Казанского университета? Там больше содержится серы, она становится очень высоковеской, очень трудно подняться к распортировке. Благодаря какому исследованию можно определить ревматическое заболевание на ранней стадии? Ранняя диагностика ревматических заболеваний ведет к своевременному назначению лечения для данного пациента. Метеорный поток персиды. Как и где можно увидеть августовский звездопад? Интересен тем, что радиант этого потока, он находится примерно на 55 градусов северный экватор. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Елизавета Никитина. С 9 по 13 августа в Сочи в образовательном центре «Сириус» в смешанном формате проходит конференция международных математических центров мирового уровня. На ней свои доклады представляют сотрудники Казанского отделения научно-образовательного математического центра Приволжского федерального округа, созданного на базе Института математики и механики Казанского федерального университета. В первый день работы конференции на ней выступил заведующий кафедрой алгебры и математической логики Института математики и механики имени Лобачевского Марат Арсланов. Одним из руководителей секции стал профессор кафедры алгебры и математической логики Института математики и механики имени Лобачевского КФУ Искандер Калемулин. На конференции также работает секция теории функций, координатором которой является профессор кафедры математического анализа и МИМ КФУ Ильгиз Каюмов. Новый способ переработки тяжелой нефти предложили ученые кафедры физической химии и химического института имени Бутлерова. О том, как это было, расскажем в следующем сюжете. На протяжении трех лет ученые кафедры физической химии и химического института имени Бутлерова ведут исследования в сфере переработки тяжелой нефти на месторождение с целью улучшения ее качества и текучести. Чем больше нефти мы добываем, тем оставшаяся нефть имеет все более и более тяжелые характеристики. Там больше содержится серы, она становится очень высоковязкой, очень трудно подается транспортировке. Вопрос транспортировки тяжелой нефти всегда горячо обсуждался. Пока эта проблема решалась тем, что тяжелую нефть смешивали с более легкой нефтью и подавали в трубу для транспортировки. Легкой нефти становилось все меньше, а тяжелой все больше. Перед учеными возникла задача разработать катализатор, который позволил бы снизить вязкость нефти и по возможности облагородить ее характеристики. Мы пошли таким путем, что сначала мы разработали носитель, у которого очень крупные размеры пор, куда помещаются крупные молекулы, нафтеновые молекулы углеводородов и претерпевают там определенные изменения. И на базе этого носителя был разработан катализатор, носитель называется высокопористый и чистый материал, который позволил за один проход через катализатор не только снизить вязкость нефти, но и удалить до 30% серы. Технология позволит поднять качество нефти на входе в трубопровод. На нефтеперерабатывающие заводы будет поступать нефть с меньшим содержанием серы. Это снизит и коррозионную активность, и стоимость дальнейшей переработки. Исследования заинтересовали не только региональных партнеров, но и зарубежных. Елизавета Никистина, Универньюз. В Казанском Кремле прошло вручение государственных наград России и Татарстана. Медали РТ за доблестный труд удостоен заведующей кафедры конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Андрей Большаков. Благодаря какому исследованию можно определить ревматическое заболевание на ранней стадии? Об этом расскажет наш корреспондент. К ревматологам часто приходят пациенты с жалобами на боль в суставах. И для врачей важно определить, какая именно боль беспокоит пациента и с чем она связана. В этом им помогает ультразвуковая диагностика суставов. Благодаря этому исследованию можно определить ревматические заболевания на ранней стадии. Ранняя диагностика ревматических заболеваний ведет к своевременному назначению лечения для данного пациента. И своевременное лечение, как правило, это достаточно благоприятный прогноз для пациента. И пациент часто выздоравливает именно от ревматических заболеваний. В университетской клинике Казанского университета проводится ультразвуковое исследование на аппарате экспертного класса. Екатерина Капустина, врач ультразвуковой диагностики, также отмечает, что важно исследовать симметричные суставы для правильной диагностики заболевания. Обследуются абсолютно все суставы. Чаще всего это коленный сустав, голеностопный, плечевой, локтевой сустав. Исследование забедренного сустава зависит от конституциональной особенности пациентов. Иногда бывает затруднительно при избыточной массе тела. Очень важным исследованием для наших ревматологов является исследование мелких суставов в кисти. Ультразвуковая диагностика суставов также помогает врачам в наблюдении прогрессирования болезни. И в процессе лечения мы также в динамике можем проводить это исследование и посмотреть, насколько лечение эффективно, насколько снижается активность заболевания, не только по клиническим критериям, по лабораторным критериям, но и методам визуализации. Кристина Надышина, Виолетта Басова, Универ Ньюс. Очистить воду от органических загрязнений теперь будет проще. Старший преподаватель кафедры органической химии Химического института имени Бутлерова Казанского университета Эльза Султанова работает над созданием высокоэффективных фотокатализаторов. Подробнее в нашем сюжете. Создание новых фотокатализаторов – одно из наиболее перспективных направлений в современной химии. Такие катализаторы позволяют использовать один из самых доступных источников энергии – солнечный свет. Создание фотокатализаторов проходит на основе диоксида титана, производных калексорена и наночастиц благородных металлов. Мы занимаемся модификацией оксида титана и вводим различные макроциклические соединения и наночастицы благородных металлов для увеличения фотокаталитических свойств под действием солнечного света. То есть планируется их использование без каких-либо специальных устройств. Проект молодого ученого супрамолекулярной и полимерной системы на основе производных диокалексоренов в создании фотокаталитически активных композитов получил грант президента Российской Федерации. Наша группа занимается разработкой новых фотокатализаторов. И в рамках гранта собираемся рассмотреть влияние строения различных макроциклических соединений на эффективность фотокатализатора в реакциях разложения красителей под действием солнечного света. Замусоривание окружающей среды в наше время глобальная проблема. В частности, это загрязнение источных вод, которые засоряются различными промышленными отходами. Именно над решением этой проблемы и будут продолжать работать ученые. Инжи Минибаева, Универтньюз. В ближайшее время метеорный поток Персеиды достигнет пика своей активности. Жители Земли смогут любоваться зрелищем невооруженным глазом. Как и где можно увидеть августовский звездопад, узнавала наш корреспондент. Источником, из которого визуально направляется к нам поток Персеид, является звездие Персея, в связи с чем и было придумано название. Метеоры Персеид известны как наиболее яркие и быстрые, которые оставляют после себя довольно длинный след на небе. Чем же интересен этот метеорный поток и в чем его особенность, рассказал директор астрономической обсерватории имени Энгельгарда Юрий Нефедев. Интересен тем, что радиант этого потока, то есть точка на небесной сфере, из которой как будто бы вылетают черные вот эти вот частицы, он находится примерно на 55 градусов севернее экватора Земли. Второе преимущество данного потока заключается в том, что Персеиды — это частицы, которые влетают в атмосферу Земли на достаточно высокой скорости, около 200 тысяч километров в час. Сени имеют разную массу и размер, поэтому следы, которые они оставляют, могут быть как обычными светящимися линиями, так и прерывистыми. Иногда их можно увидеть даже в виде шаров. В ночь 12 на 13 августа метеорный поток Персеиды достигнет пика своей активности. В этом году в ночь пик ожидается по 100-110 метеоров в час. Персеиды можно увидеть во всех частях неба. Согласно совету астронома, лучшее время для наблюдения незадолго до рассвета, обычно с 3 до 4 часов по московскому времени. Елизавета Никитина, Универньюз. На этом все. В студии была Елизавета Никитина. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok